Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Листья Маркиза, и это значит, мы будем перелистывать близкие нам памятные даты вместе с гостями и друзьями нашей передачи. Начинаем! Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю как эти листья, наши даты, наши даты. Я ловлю как эти листья, наши даты, наши даты. 3 июня юбилей выдающегося актера и режиссера и виртуозного рассказчика Всеволодышеловского. Ну а мне, как болельщику московского «Динамо», особенно приятно, что такой же «Динамовец» Всеволод Николаевич сумел проявить торжество независимости в совершенно спартаковском московском художественном театре. Да что меня взяли в художественный театр? Был вечер Толстовский, и в первом отделении я играл Ваську Денисова из «Войны мира». «Лавгаушка чарт!» Это значит, я был тогда хорош собой, у меня была большая шевелюра и такой весь гусар из себя, черти в ступе. А второе – это отрывок громадный акт «Толстой» «Власть тьмы». Я играл старика. Пришла мама, моя Галя. Кончил спектакль, приезжая домой. Я говорю, «Галя, ну как вообще-то? Не, Сев, здорово, молодец, молодец, вот этот гусар, это здорово». Я говорю, «Алло, товарищ, мам, ты что? А главное что? Чего?» Я говорю, «Ну, власть мой». Нет, там хорошо играли, хорошо, вот старик. «Это я говорю!» Ты это серьёзно? Вот это был подарок. И когда я вошёл в Амхат, мне дали керубина. После старика керубина. Столетие юбилей Станиславского, в Галвинских декорациях. Весь мир приехал, в столетие юбилей Станиславского. Режиссёра, актёра, мира. И я понял тогда, что такое режиссура. Потому что его уже не было, а в режиссёрском рисунке я играл керубина. Зал вылил, аплодировал. А я ещё сделал то, что предыдущий, который до 50 лет играл Александр Михайлович Комиссаров, очень сильный артист, он не мог одной штучки сделать. Во-первых, петь. Он так тряс головой, чтобы делать модуляцию голоса. И там венецианские окна были у Главина. И когда граф уже достал товарища керубина, я вскакивал на... Ну, там сначала прихватывал Сюзон и графиню так, а я... Ну, дистрофик был потом. Плавание, коньки и борьба. Поэтому силы есть у манинат. Я их прихватывал так. Они были в декольте. Вот пока я не зацеловывал вот так и так, я их не отпускал. Визгу было. Потом я их отбрасывал. Ну, тут граф. Я вскакивал туда. И уходил в штопор. Зик! И дал. А я там... У нас хорошее движение было. Сценарное движение. Вот это был триумф. И я понял, что такое режиссура. Его нет, а ты выполняешь рисунок. Вот так я так подумал. Если я буду заниматься этим делом, то значит... А через полгода был легендарный спектакль во Мхате «На дне». И вдруг Василий Александрович Орлов, ну, действительно гениальный актер, он не снимался вообще в кино, как и я до 42 лет вообще не признавал. У меня был Мхат, и всё, у меня кино. Друзей было много, а это не интересовало. И, значит, он говорит, «Голубчик, сыграешь Костылёва». Я говорю, «Чего?» «Хозяин ночлежки, 70 с лишним лет, сволота невероятная, который всех гнобит и так далее, и в конце его всё-таки убивают». Я говорю, «А почему мне-то?» «Сыграешь». Потом я его долго пытал, а он не говорил. И с этой ролью я поехал в Японию. 68-й год. И японцы не верили, что это молодой артист. А там масса приёмов. Масса. Вот. И я, значит, когда выходил, Шуловский сан, а я весь из себя, Костылёв сан, они начинали хохотать, яско согласный. Я говорю, «Чего вы хохочете-то?» Ну, а потом они переходили уже в гримерную, где два с половиной часа меня гримеровали. Ну, и после спектакля уже семьями ездили за на дне, чтобы, как говорится, пообщаться со мной. То есть Слава нажрался уже, нос почти чуть-чуть пошёл так. Но МХАТ быстро сбивает, это элементарно. Вот. И у меня была там любимая сцена. Я понял, почему нужно было мне играть. там очень сильный темперамент. Когда есть такая сцена, я застаю Василису, которой 24 года, красивая, мощная актриса, молодая играла, и Васька Пепел. И у них идёт вот так вот на авансене сговор, как лучше удавить, убить, кто за это что поимеет. А я сзади выходил, тихо-тихо, так, сапожки такие были, совершенно беззвучные. И это действительно они не слышали. И я ронял чайник. А это же ночлежки, грязь, там, нары. Я не оглядывался, я говорю, это я. Я. А вы тут одни? А, вы разговаривали. И Васька убегал в коморку, а Василиса оставалась. И когда я к ней подходил, возникала пауза. И напряжение было колоссальное. Что будет? Я же все слышал. И у нее, я не знал, когда вот это вот подойдет ненависть. И партнерша не знала. И у нее уже начинался настоящий тик на лице. И вот шла эта пауза. И когда подходило вот это все, возникал взрыв. Васька! Погнали вещи! И епоцинометр над землей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? Вот такая фигуренка. И так мне нравилась. Очень. Потому что Луку играл гениальный артист Алексей Николаевич Грибов. И у нас с ним сцена была шикарная. И он вдруг в Москве мне еще говорит сел. Давай. А я наверху на втором этаже. А он внизу что-то там плетет. У него своя песня. А у меня Царю небесный утешитель в душе истиной. Ну там здесь же принесла и молитву. Вот. Он говорит давай кто-то перепоет. Я говорю Алексей Николаевич ну это же мхаз это же не установить. Да ладно я 40 лет играю Луку. Ну что ты к Богу? Ну Грибов говорит. Я говорю ну давайте. И так осторожненько ну пацаны с Алексеем Николаевичем там что с паричок ничего себе уходишь говорит пора брояжить значит ну и так далее. Сцена всегда на апплодисменты все нормально. А в Японии я распоясался. Обнаглел. И значит Алексей Николаевич а я поет а я и начал такие эфириатуры давать он текст забыл. Залка ревет от восторга он поворачивает ко мне спину говорит ты что озверел что ли? Я нагло Грибову говорю текст надо учить Я понял что я в театре уже не служу завтра улетаю в Москву это уже железно а там Миссей театр такой раковина перламутровая и я быстро вот меня уже убили я несусь по коридору быстро и вдруг шелох лук да стоит Алексей Николаевич вот там в гриме луки а я в гриме костылев то есть со стороны если по стороне человек стоят два старика только один стоит вот так а второй вот так а грибовских пауз боялись вообще все вам хоть крутой был вот я стою я говорю что Алексей Николаевич ужин с меня ну как сказать это орден Ленина я говорю а в океане можно где хочешь а Слава Невинного можно я позову а Славка играл Хлестакова потрясающе он был вот такой а не такой вот да зови и мы ужинали в океане что такое океан это мы со Славой в свободное время шли по Генжи сверкает все прекрасно потрясающе все в общем жить можно только нифига не понимаешь все по-японски и вдруг видим по-английски это мы еще понимали океан мы поняли что это такое вниз спускаемся а Слава при его росте он этих вот всех назвал дочки дочка поеду сюда и они вот по ним они хорошенькие только ножки такие ну это детали вот и значит мы спускаемся и стоит дочка значит за стойкой вот и там такие фужеры вот так вот ну грамм 150 такая короткая ножка надо было так убрать и Славонько говорит дочку наливай а наливай по-японски а у Славки такие вот голубые глаза были большие он говорит дочка ты что краев не видишь давай она говорит нет нет ты не мяукаешь и наливай и значит он наливает 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 о все и там все нормально и мы значит за гастроли и какой-то там какие-то конфетки там о чем русский человек после первой через минуту должен вообще вот профессионалы себя то есть сразу находишь родных людей конечно по второй я могу дочь а дочки нет она поняла что двое русских должны умереть и она спряталась туда мы говорим алло и она значит живи мы говорим ты наливай и она понимает что все равно умрут и наливай и мы значит как говорится на здравие Леон Смасевский все только за конфетки и вдруг гром аплодисментов наглядываемся все кафе стоит у всех не такие а европейские глаза и они смотрят на нас как на гуманоидов а нам их жалко почему потому что они же не знают что мы разведрота мы указали путь с МХАТом и после пришли такие орлы 50% скидка была потому что японцы приходили вот как вы сидите в цирк как не умирают русские и там шли уже серьезные так сказать броски вот и после этого в МХАТе нас прозвали океанонологи вот туда мы Алексея Николаевича и пригласили вот поэтому вот эта сцена связанная с океаном это была моя самая любимая сцена поэтому вот видите это молодые когда были молодые а дальше то уже страшнее вот а дядя Коля Озеров у него же отец очень известный был оперный певец Большого театра Озеров два брата акробата значит совершенно худеньких один колоссальное кино снимал таких кино сейчас не делают кроме Бондарчука старшего вот а второй был артистом хата артистом был средним но его обожали все во-первых спартаковец я был единственный против всех за Динамо поэтому Гривов подкарил говорил ставлю за Динамо пять рублей на чтобы если он ставит за Динамо Спартак должен выиграть а я счастлив что пять рублей это колоссальные деньги вот и шестнадцатикратный чемпион Советского Союза по теннису играл хлеб у него ноги уже болели а я кота и в ночной сцене я должен прыгать на него но на другого конечно хлеба на него уже нельзя было прыгать и пугал всех там виск стон аплодисменты в зале потому что эти ну я ходил в лес срывал связки чтобы лучше всех там мяукать и так далее там потом записал пластинку кот в сапогах реки текитами алиса в стране чудес белого кролика ну много у меня там было вот мои сыновья на этом росли включишь и свободен и все вот и значит он мне разрешал одному спрыгивать на него и когда там другие говорили как ты Николай Николаевич дядь не не севулю можно вам нельзя все и мы дружили колоссально но он конечно был хулиган потрясающий он иногда раздевал людей потому что вот же причем костюм всегда был такой очень мягко говоря скромный вот он ходил так и мы гастролируем в Ленинграде промкооперация 2000 зрительный зон а может и больше не помню и корт рядом и дяди Толя Кторов который к счастью сыграл последнюю роль у меня гениальный артист старшего Болконского он сыграл 30 лет не снимает что весь мир гений вот он гений вот они идут после спектакля а там какой-то весь одетый потрясающе малый раздевает одного за другим там шикарно одет ракетки все ну и дядя Толя со своим шнобелем говорит Колька разденешь запросто они входят на корт там значит и значит я говорю молодой человек а с вами можно сказать ты даешь старик я же на деньги играю видишь ради бога просто у меня сегодня выходной день можно к Тору говорит молодой человек да этим вы же заработаете костюм и я так вот так ну давай высадил значит следующего получил значит все положил и дядя Коль выходит вот и значит начинает мимо достать не может бегает плохо и первую партию вот извините а можно еще тот понял что на халяву сейчас обдерет вообще так сказать на машину говорит ну давай старик в общем начался сеанс что даже дядя Коля пересеголял себя потому что Кторов упал со скамейки у него слезы текли он раздел этого малого до порток нижних он все снял с себя чтобы отдать деньги ракет ну все и Коля собирает все а Кторов подходит гляд молодой человек ради бога извините вы знаете с кем выиграли простите с кем и ты 16-ти кратный чемпион Советского Союза Николай Озеров и тут и тут почти на колене вот такие хулиганы были спокойные так работали и я помню последние встречи была с ним в ложе большого театра я пришел ну я очень дружил с Марисом Лепой вот и он сидит уже без ног с палочкой Севуля мы поцеловались как мы давно не виделись это была последняя встреча с дядей Колей действительно народным артистом потому что он нашел себя после Синявского гения он нашел себя в комментаторе потому что народ его боготворил это высший артистизм высший интеллект когда ты берешь миллионы людей и вот так держишь вот что такое дядь Коля Озеров ну что же дорогие друзья пусть артистизм и свободный интеллект всегда торжествует над грубой самодовольной и трусливой силой пусть с вами в походе за синие птица будет замечательная компания вдохновения и удачи а мы встретимся через неделю на новых листах маркизы пока и удачи пока и удачи